Всем привет! Итак, давайте я покажу вам, как зарегистрироваться в World of Warships, скачать эту игру и установить ее на свой компьютер или ноутбук. На самом деле все очень просто и сейчас вы в этом убедитесь. Под этим видео я вам оставлю ссылочку, переходите по ней и вас автоматически перекинет на официальный сайт игры World of Warships. Здесь мы будем регистрироваться в игре и скачивать ее на свой компьютер. Нам нужна вот эта вот красивая кнопка «Играй бесплатно». Нажимаем ее. В отрежемся окне заполняем вот эту простую форму. В первую очередь вводим свой настоящий email адрес. Вводите обязательно свою настоящую рабочую почту, потому что на нее придет письмо с активацией аккаунта. Напротив появится галочка, значит все супер. Далее придумываем себе логин для игры и вводим его английскими буквами. Я введу InetComp20. И этот логин подходит. Хорошо. И придумываем себе пароль. Пароль нужно ввести два раза. Проверяем все поля, чтобы они правильно были заполнены. И когда все введено, опускаемся ниже. И нам нужна кнопка «Продолжить». Но не торопимся ее нажимать. Нам еще вот здесь нужно поставить галочку, что мы принимаем условия соглашения. Галочку поставили и теперь жмем «Продолжить». Отлично. Аккаунт создан. И теперь, чтобы начать играть, нужно скачать саму игру и установить World of Warships на свой компьютер. Жмем вот эту кнопку «Скачать игру». Когда скачанный лаунчер будет загружен, запускаем его и приступаем уже к установке. И сам лаунчер устанавливается вот по этому пути. А для игры мы с вами в дальнейшем сможем выбрать другую папку и диск. Вот. На следующем шаге можно поменять папку и диск для игры. Для этого нажимаем вот эту папочку и указываем удобный для нас диск. Там, где есть достаточно места. А для этой игры, кстати, надо около 50 гигабайт памяти. Имейте это в виду. Современная графика требует таких объемов. Папка и диск выбраны. Остается нажать «Принять» и «Установить». Игра потихоньку будет скачиваться и устанавливаться. А я пока что предлагаю выполнить вход в свой аккаунт. Нажимаем «Да». И вот здесь нужно ввести почту и пароль, который мы использовали пару минут назад при регистрации в игре. Если вы еще не успели зарегистрироваться в игре, то ссылка под видео. Переходите и быстренько создавайте аккаунт. Данные я ввел. Галку поставил, чтобы каждый раз не вводить пароль. И жму «Войти». Все. Вход выполнен. Остается дождаться, пока игра скачается и можно уже будет наконец-то играть. Чтобы увидеть, как там идет процесс закачки, нужно вот здесь вот побегающие стрелки класснуть. И вот смотрите, сколько у меня установилось. Хотя, блин, зачем я туда зашел? У нас вся нужная инфа вот отображается вот здесь внизу. Тут и сколько осталось скачаться и скорость указана. И тут нам подсказывают, что процесс можно ускорить. Нужно перейти в настройки обновления и здесь снять ограничения по скорости. И еще вот тут вот эту вот галочку можно тоже поставить. Тогда все возможности компьютера и интернета будут использоваться на максимум. И процесс пойдет намного быстрее. Тем временем, пока игра скачивается, я вам советую вот что сделать. Нужно вернуться в браузер. Аккаунт-то мы создали, да? Но мы еще не подтвердили свою почту. Не активировали, получается, свой аккаунт. Нужно открыть ящик, который использовался при регистрации. И найти письмо от Wargaming, которое касается подтверждения почты. И внутри письма нам нужна кнопка «Подтвердить имейл». Просто нажимаем ее, эту кнопку, и все. Готово. Имейл успешно подтвержден. И, кстати, здесь сразу можно отредактировать нужную информацию. И, в первую очередь, я, конечно же, советую перевязать свой мобильник на всякий случай. Во втором письме от Wargaming будет дублироваться ссылка на скачивание игры. Поэтому, как видите, очень важно указать свой настоящий рабочий имейл-адрес. Тем временем, мы возвращаемся в игру. Точнее, к загрузке. Обратите внимание, World of Warships у нас скачивается с помощью гейм-центра. Это такой современный лаунчер, с помощью которого можно скачать не только World of Warships, но и другие игры компании Wargaming. Сейчас мы на вкладке World of Warships. Но еще есть вкладка «Все игры». И здесь, кроме World of Warships, есть World of Tanks, есть World of Warplanets. И здесь их можно будет при необходимости скачать или же просто импортировать, если они уже у вас установлены на какие-то другие диски. Но если вы смотрите это видео в надежде, что я покажу вам, как установить World of Warships с помощью старого лаунчера, то вы не зря смотрите это видео. Скачать и установить World of Warships через старый установщик можно. И делается это без каких-либо обходных путей и скачивания игры с левых сайтов. Точно так же можно скачать World of Warships с официального сайта и установить игру через старый лаунчер. Ладно, лить воду хватит. Показываю, как это сделать. Значит, смотрите. На официальном сайте есть раздел про установку игры. Один из пунктов здесь – это установка через геймцентр. Это его я вам сейчас показал. А следующий пункт – это установка с помощью альтернативного установщика. Это как раз и есть старый лаунчер. Этот раздел нужно открыть и нажать ссылку «Скачайте установщик». В точности тот самый лаунчер, который использовался для установки раньше. Ссылка на эту страницу тоже где-то там в самом низу будет под видео. Так что пользуйтесь на здоровье. Тем временем игра у меня потихоньку скачивается. И продолжим уже разговор по окончанию загрузки и установки. Ребят, прошло около часа. World of Warships полностью скачалась и установилась. Теперь кнопка «Играть» активно. Нажимаем ее для входа в игру. Учить вас, как играть, я, пожалуй, не буду, потому что иначе у меня точно в комментариях начнут грязью поливать. Мол, ты что, совсем обалдел? Учить еще нас играть. Мы и без тебя с этим разберемся. Согласен, разберетесь. Поэтому давайте регистрируйтесь в World of Warships, скачивайте и устанавливайте. Ну и начинайте, наконец-то, играть. Не забудьте в своем порту зайти в раздел «Развитие» и взгляните на кораблики, которые здесь есть. Определитесь с тем, что вы будете прокачивать. Кораблей много, поэтому есть из чего выбирать. Итак, в каждой нации кораблей на любой вкус. На этом все. Хватит болтать, пора играть. Буду благодарен за ваши лайки и комментарии. Всем пока!